По мужикам охота на охоту, по мужикам охота по полоту. Люка льет в стороночку, нести свою душ в полочку. Охоту, брат, охоту, брат, охота. Главный егерь России, он же актер театра и кино Виктор Бычков, этим негласным гимном охотников дал стар 15-й ежегодной выставке «Охота, рыбалка, туризм, отдых», которая традиционно открылась на Нижегородской ярмарке. Кузьмич считает, что леса, которыми богата область, очень подходят для добычи диких животных. Из-за того, что здесь огромное количество территорий, скажем, не совсем открытых, то зверь может где-то укрываться, может мигрировать. Председатель Советских генетографистов имеет угодие не где-то под Москвой, а именно здесь. Ну что, вы считаете, Никита здесь дурачок, что ли, брать, там здесь зверя нет? Он берет там, где зверя есть. Здесь звери есть, здесь хорошие места. И кому, как не губернатору области, знать об этом? Я, например, могу вам честно сказать, что если я знаю, что я поеду на охоту или на рыбалку, у меня целая неделя хорошее настроение. Идите на рыбалку, идите на охоту, отдыхайте, смотрите наши красоты. Я, правда, все время, когда прихожу на эту выступку, страдаю. Валерий Шанцев осмотрел новинки для рыбалки, охоты и активного отдыха. Глава региона проявил интерес к оружию, удочкам, снастям и приманкам для хищных рыб. Вы закидываете этот вид приманки и начинаете ее вести, имитируя просто движение мыши в воде. И на тех же местах, где вы до этого ловили щеку 1-2 килограмма, есть большой шанс, что схватит рыбу на весе 7-8-10-12 килограмм. Все новинки для большого улова или знатной охоты можно не только посмотреть и купить, но и попросить продавцов устроить небольшой мастер-класс. Ну и какая охота без ножа? Каким он должен быть, чтобы не разочаровать своего владельца? Самое главное, это, конечно, сталь. Чтобы была сталь хорошая, чтобы она резала и не подводила на охоте. Если более округлый дичь, то лучше иметь два ножа с собой. А если судочку, гуся, то можно им, наверное, этим ножом разочаровать. Среди тех, кто звери и птицы предпочитает ловлю рыбы, есть отдельная каста рыбаков-спиннингистов. Для них на выставке представлено все самое эксклюзивное. Вообще спиннинг такой вид спорта очень разнообразный, очень широкий. Кто-то любит джиговое ловлю, то есть джиговое удилище, кто-то на воблеры. Самый современный материал, конечно, используется, это графит. Поэтому здесь любой любитель спиннингной ловли на данном стенде может найти удочку непосредственно под его условия ловли, под определенную рыбу, под определенные способы ловли. Проблем в этом не существует. Что касается еще двух направлений в тематике выставки, туризма и отдыха, то и с этим в Нижегородской области никаких проблем. У нас очень много замечательных мест, куда обязательно должны любой житель России побывать, поприсутствовать, посмотреть на это великолепие и сохранить для себя и для потомков эти замечательные виды. Ну а если родные просторы слегка приелись, да и здоровье хочется поправить, можно отправиться в Крым. Благо сейчас с этим новым регионом России Нижегородская область ведет активную совместную работу в туристической сфере. Увидев эту выставку, у нас намерение было приехать в Нижегородскую область не только для того, чтобы предложить свои услуги, но и посмотреть, что Нижегородская область предлагает, какие услуги для туристов. Потому что наша главная задача не только, чтобы приезжали в Крым, но чтобы и крымчане путешествовали по России, чтобы они узнавали Россию, чтобы они узнавали регионы России. Поэтому я думаю, что у нас будет двустороннее движение туристического потока. У нас есть все возможности сегодня сделать так, чтобы крымчане приезжали и в Нижний Новый. Будем ждать гостей ближе к лету. А пока до старта рыбалона охотничьего сезона есть пара месяцев, самое время обновить снасти, приманки и прочие аксессуары. Специализированная выставка будет работать на Нижегородской ярмарке до 20 марта.